Время – деньги. На улицах города уже не первый месяц работает система платных парковок. Еще 11 улиц платными сделать планируют уже этой осенью. Тем не менее, у многих автовладельцев до сих пор возникают проблемы с оплатой парковки. 20 рублей – сумма небольшая. Но только вот наличные система не принимает. Да и к банковским картам относятся избирательно. А возможность оплатить через специальное приложение с помощью интернета есть не у всех. Современные смартфоны до конца не вытеснили обычные сотовые телефоны. Юристы поясняют – паркоматы на рязанских парковках работают с нарушением закона. То есть, если на территории муниципального образования, то есть город Рязань, кто-то не принимает наличные денежные средства, то есть национальную валюту, принятую в Российской Федерации, он ограничивает ваши права по использованию денежной единицы, которая должна быть в Российской Федерации в ходу в различных вариантах. И никто не имеет права вас заставлять платить в том виде, который придуман, может быть, суперсовременным каким-то мальчиком или девочкой, которая решила свои знания привить абсолютно всему населению города Рязани. То есть, это затрагивает интересы десятков тысяч автолюбителей, у которых в кармане есть 20 рублей, способные оплатить наличными за час парковки. Но нет, у них эти деньги никто не принимает, они должны иметь навороченные смартфоны. Юлия Архарова столкнулась с проблемой платных парковок сразу в 8 раз. Ровно столько штрафов пришло ее мужу. Она уверена, паркоматы в нашем городе установлены с нарушением закона о защите прав потребителей, а также гражданского кодекса. Закон о защите прав потребителей, пункт 16.1, гласит, что любой гражданин имеет право оплатить товар или услугу наличными деньгами, банковскими купюрами национального образца. Ни одного паркомата с купюру приемниками на тех местах, откуда пришли штрафы, не было. Поэтому мы отказываемся платить. Юлия и ее супруг направили заявление в Роспотребнадзор и создали петицию с требованием провести прокурорскую проверку. В обращении говорится, что многие водители оплачивать штрафы не намерены, пока в городе не появятся паркоматы с купюру приемниками. Кроме того, штрафы приходят даже за те случаи, когда машина стоит не на специально отведенных местах, а непосредственно перед и после поворота на дворовую территорию. Это нарушение правил дорожного движения, но оно не попадает под действие законов о платных парковках. И выписывать эти штрафы имеют право только сотрудники ДПС. На основе этого случая мы с мужем создали петицию, которую подписывают люди. Уже порядка 300 человек подписало. И после чего обращение будет передано в Рязанскую прокуратуру. С похожими ситуациями сталкиваются и в других городах страны. В Екатеринбурге управление Роспотребнадзора провело проверку и признало, что паркоматы в городе работают с нарушением закона, а автомобилистам разрешили не оплачивать стоянку на тех платных парковках, на которых нет возможности оплаты наличными. Получится ли у Рязани защитить свои права, как это получилось сделать у столицы Урала, увидим уже скоро. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».